Роли и полномочия Совета Безопасности должны быть соизмеримы с теми рисками и угрозами, которые ставит перед нашей страной время. Об этом заявил Александр Лукашенко на заседании Совбеза во Дворце Независимости. Напомню, в Совет входят не только силовики, но и руководители правительства, обеих плат парламента и администрации президента. Глава государства особенно обратил внимание на открытость работы Совета. Общество должно видеть и понимать все решения Совбеза. Каждый житель Беларуси, особенно в нынешних условиях, должен знать и видеть, что все решения принимаются коллегиально и открыто. Новое положение о Совете Безопасности опирается на Конституцию. Закон об обороне, военную доктрину, концепцию национальной безопасности иное законодательство нашей страны и международные правовые акты, принятые за весь период независимой Беларуси. При подготовке этого положения о Совбезе внимательно изучен и учтен опыт работы подобных коллегиальных органов в других странах, прежде всего в странах-союзниках. Важнейшей задачей Совета Безопасности было и остается рассмотрение вопросов внутренней и внешней политики в контексте национальной безопасности. Кроме того, деятельность всех государственных органов при одолении современных вызовов и угроз должна быть не только эффективной, но и максимально скоординированной. Учитывая агрессивные попытки превратить Беларусь по терминологии Соединенных Штатов Америки в несостоявшееся государство, мы должны закрепить за Советом Безопасности новые, конкретные, жизненно важные функции. Такое расширение полномочий будет способствовать обеспечению стабильной и безопасной работы всего государства и каждого человека. Напомню, 9 мая Александр Лукашенко подписал декрет о защите суверенитета и конституционного строя. Документ предусматривает в случае гибели главы государства из-за покушения или внешней агрессии передать все полномочия Совету Безопасности. Декрет вступил в силу сразу же после подписания в День Победы. Он направлен на сохранение независимости и суверенитета Беларуси.